Здравствуйте! Сегодня я пришел к друзьям, а у них в доме холодно. И придется мне рассмотреть и помочь им устранить причину неработы вновь купленного циркуляционного насоса для отопления с мокрым ротором. Итак, смотрим и выявляем причины неработы его. Первая причина была здесь неисправности. Это неправильно было подсоединение здесь. Подсоединение должно быть правильно. Здесь стоит три разъема. Они подписаны или, так сказать, нанесены пиктограммы латинскими буквами. L – это подключение фазы. N – нулевой провод. А земля имеет интернациональное обозначение в виде горизонтальных линий с маячком вверху. Провода были здесь первая причина неправильно подсоединены, поэтому данный насос не работал. Подсоединил правильно провода. И в дальнейшем включаем насос. Насос работает, функционирует хорошо, но сперва нагревается не так, как положено. Труба верхняя, эта подача должна будет нагреваться. А наоборот, нагревается обратно. Это свидетельствует о том, что насос неправильно поставлен, не по направлению движения потока воды. Вот, как видим, здесь стрелочка показана от котла. Это функционирует в том, что забор воды идет от котла первоначального, а система по закону физики работает так. Так, горячая вода идет вверх, и поэтому она сперва должна нагреваться верхняя труба, но никак не нижняя. А здесь, наоборот, нагревается сперва нижняя, не дотронуться, вот нагрелась горячая труба. А подача, мы трогаем, она холодная, остыла. Это свидетельствует, что неправильно поставлен насос. Теперь мы будем менять насос обратную сторону. Стрелка должна идти на обратке, к котлу. Если насос ставится на верхней трубе на подаче, тогда стрелка должна идти от котла. Тут это золотое правило. При снятии или замене насоса не забываем закрыть краны, иначе вода вся выбежит из системы. Итак, мы меняем сейчас насос, и в дальнейшем 100% гарантия, что он будет правильно работать. Откручиваем гайки. Снимаем насос. Меняем направление. Стрелка должна быть направлена на обратке, если стоит насос, к котлу. Ставим так же самую прокладку спиратную ставим, и закручиваем гайку спиратную на одной стороне. Потом будем ставить прокладку на другую сторону. Не ставим сразу две прокладки. Затягиваем вторую гайку, ложим сюда резиновой прокладкой. Затягиваем гайку, и теперь будем затягивать ключом. Все закрутили. Теперь краны откручиваем. Откручиваем краник один. Один и второй. Включаем вилку насоса в розетку. Все, система работает. Сейчас эта обратка, вот как мы чувствуем сразу, она остывает, а подача нагревается. Вот это горячая сейчас подача. Даже нельзя, потому что правильно работает система. Это свидетельство, что система работает, и насос правильно работает. Все. Теперь люди не замерзнут. Просмотрев это видео до конца, теперь карты сможет исправить допущенную ошибку при замене циркуляционного насоса для отопления. Вот такие ошибки могут быть у многих людей, кто самостоятельно ставит, без опыта, насос при замене его, при выходе из строя старого насоса. Ну вот и все кратко, что мне хотелось сказать при правильной установке насоса и при его неисправности в работе. Кто желает получать известие о добавленных многих полезных и интересных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания. Продолжение следует...